Продолжение следует... — Скажите, пожалуйста, какое впечатление сейчас у нас осталось от Сайгона? — Ой, это не одно впечатление, это странный вопрос. От Сайгона впечатление. Это такая часть жизни, которая ушла, которая была, но которая, естественно, распрощался. — Ну, как и все время, в которое мы жили в предыдущее время. Сейчас же очень отчетливо чувствуется. Я недавно ехал в лифте в Москве в гостях. И там ехали две старых таких номенклатурных деятельницы, две такие тети партийные, бывшие явно с прическами, и одна другая объясняла. — Понимаешь, Люба, это у нас была совершенно другая жизнь. Абсолютно. Это не то, что было с нами раньше, а это была другая жизнь. И вторая ей вторила. Такая же какая-то... Да, Зинаида, я тебя понимаю. Это действительно была у нас какая-то другая жизнь. И я точно так же, как эти вот Зина с Любой, ощущаю, как бы что-то все как бы так вот рухнуло. И Сайгон... Я там же вообще впервые встретил... Для меня это было как бы откровение номер один в жизни. Что до 16 лет, пока я не оказался случайно с друзьями в Сайгоне, у меня была мечта о карьере генерального секретаря СК КПСС. Потому что у меня мама была партийная работница очень серьезная, и я бы воспитывала так очень строго. И тут я попадаю в Сайгон, да, вот такой вот как бы мальчик, такой как бы вот совершенно... Тут невероятное. И вот это изменило мою жизнь. Что еще можно сказать? Это как бы то самое впечатление, которое осталось. А то, что нужно сейчас или не нужно, там, или это возможно, это просто невозможно. Потому что невозможно вернуть все эти времена, которые ушли. Невозможно же как-то вот... Как-то все это, значит, вспять обратить. Поэтому... Поэтому... Мне больше всего запомнилось, что я недавно, когда уже стал работать как художник, после возвращения из армии, все такое, и я столкнулся с новыми своими как бы друзьями и коллегами, в том числе вот Олег Маслов. Это такой профессор из новой акмии изящных искусств. И он мне сказал, Владик, представляете, я вас видел. Видел в Сайгоне вот еще давно тогда, когда до армии, когда я знал, что со всеми другими делами, как бы я был известен всем иначе. И, не знаю, как бы это была та связь, которую мы находили уже как бы через годы, как бы. То есть это что-то, я думаю, связано не просто с конкретным местом, каким-то материальным, географическим в городе, а это скорее место, знаете, сродни какой-то вот той идее о... Может быть, я слишком высокопарно скажу, идее о Шамбале Сияющей, которая, знаете, как бы неуловимая такая точка, в которую, как бы, есть входы из разных мест. Это целый такой, как бы, просто, вот такой ментальный, значит, пласт нашего вообще поколения. Потому что я не знаю, как там другие поколения, которые люди старше, но и с ними, как бы, я находил тоже связь. То есть я, когда оказался в очень странном месте, это было в Париже в мастерской художника Вильяма Бруя. И он из эмигрантов еще давнишних-давнишних, непонятно каких лет, то есть вообще, как бы, для меня это, ну, большая очень разница в возрасте. И опять же, мы с ним, как бы, мы очень долго не могли разговориться, хоть мы оба русские, как бы, я вообще там с эмигрантами не особенно интересно, как бы, общаться и прочее. И тут мы разговорились и нашли опять вот эту связь, опять через Сайгон, как бы, и через каких-то обсуждений о каких-то людей, которых и я знал, и знал он. Для меня это, как бы, никак не укладывалось, потому что, как бы, слишком большая была разница у нас во времени. Как бы, вот, возрастная и так далее. Так что это какое-то чудесное такое вот место, которого мы, как бы, свидетели его все являемся, являлись, и, видимо, будем просто такими, как бы, магиканами, несущими некую посвященность. Спасибо. Пожалуйста. Просто я думаю, мы можем как-нибудь использовать потом, это можно быть было, потому что, вы знаете, как бы... Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что... Идет уже? Да, сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы, наконец, на этой долгожданной выставке нашего дорогого друга Виктора Петровича Тузова. Виктор Петрович является профессором, заведующим кафедрой исторических исследований Новой Академии изящных искусств. И сегодняшняя выставка, которой Виктор Петрович готовился весь последний год, так? Да. Эта выставка, она подытоживает некоторый этап в большом проекте мастера. Расскажите нам, пожалуйста, Виктор Петрович, в общих чертах о целом проекте. Целый проект задуман как книга по экспериментальной эстетике, исследующая античную эстетику, книга под названием «Аполлон красота». В этой книге исследуется тема красоты с ее экспериментальным определением. То есть снимается тот трафаретный и уже изживший себя факт понимания красоты, который идет уже со времен возрождения по наше время, и который, к сожалению, в XX веке снят художниками, которые отрицают красоту как самый ведущий фактор искусства современного. И в противовес вот этому распаду, в противовес распаду в искусстве дается, вернее, исследуется представление красоте как охраняющим слоем человека в его жизни и в фундаментальном слое, храняющем жизнь человека. Красота спасет мир. Эта фраза не случайна, и мы ее хотим доказать экспериментально. Спасибо. Спасибо, Виктор Петрович. Извините, что вас немножко перебил. Давайте пройдемся по выставке, по залам и порассуждаем над этим прекрасным проектом. Спасибо. Спасибо. Идет. Тимур Петрович Новиков, он директор и основатель Новой Академии Изящных Искусств Санкт-Петербургской. Тимур Петрович, скажите, пожалуйста, вот мы сегодня на открытии выставки Виктора Тузова, как бы презентации его большого глобального неакадемического проекта, этого исторического исследования и прочее. Скажите, пожалуйста, в двух словах буквально общо, общая идея этого замысла. А какого замысла, Академии или выставки? Нет, имеется в виду именно этого большого исторического исследования. И роли Виктора Петровича Тузова и вот как бы всей этой сегодняшней выставки. Вы же ведь принимали непосредственно участие, это плановая выставка Академии. Да, главная задача Виктора Петровича, как я ее понял, когда он ее ставил, когда делал эту выставку, было вскрыть основы красоты. Если учесть, что в основе красоты по представлениям Гребнях лежали, в первую очередь, такие феномены, как золотое сечение, например, то золотое сечение, а всякий геометрический или математический феномен основан на числах, в первую очередь. И вот исследование этой красоты числа, то есть изначально кирпичика золотого сечения, и были посвящены эти работы. Именно вскрывание вот этого геометрического золотого содержания этих чисел. Именно поэтому, я так и думаю, он назвал эту выставку «Софийные числа», то есть «Премудрые числа». Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.